Добро пожаловать в студию The False Emperor А вот этот Андрей, он поставляет мне постоянно какие-то умные мысли Он у нас просто не детский аналитик Не знаю, чем ты работаешь вообще Инженер Анализиком И поставляет просто кучу умных мыслей Ясно Вот Сегодня обсудим разных много тем Как всегда, всякие релизы, слухи Но, наверное... Релизы, подкасты, наверное, не очень Да, центральные темы будут Это какой? Годовой или полугодовой? Полугодовой Полугодовой отчет ГВ Вот, Андрея, это любимая тема Специально для этого приехал к нам сегодня на программу И еще обсудим немножко тряпками мокрыми Погоняем командник зимний, который буквально вчера закончился Так, давайте начнем Значит, релизы у нас, как вы понимаете, сороковника практически нет Голожопики, гномики Как-то даже зло какие-то такие, да? Смешно Они не просто смешные То есть, если раньше это были слэеры Это действительно были Вложенные мужики В тряпочках Они, да, они, ну, не совсем... Они там, это, в штанишках там были такие... В штанишках, ну, в юбисках Они... Они стремились умереть просто Поэтому они не носили доспехов, ничего Ну да И ставили себе ирокез То есть, здесь ирокез встроен в шлемах То есть, они в шлемах Они с тряпочками Они с тряпочками Без штанишек, но с тряпочками Это как эти татуировки, которые надеваются, да? Типа I'm so bad И, честно говоря, у них довольно страшные лица Очень страшные лица, я бы сказал Вот В этих такой Римского типа Шлема Закрытых Ну вот Мне Не Ну, честно скажу Мне тоже не понравилось И вот эта вот Тенденция ГВ Делать все больше, больше, больше Все вот Как-то вот Нагромождение всякого Непонятного Детали Меня Все начинает больше раздражать Честно говоря Ну, такая, да Масса каких-то Голых ягодиц И Нет Куча рун всяких Все-таки Я считаю, что В принципе, стоит отметить Что мы уже видели Следующий рельс Ну вот С этими Ящерами Я Довольно долго был в ФБ И я помню Начало бугуртов Когда Сторонние компании Начали выпускать дворфов Там На медведях Ну вот И еще один В комьюнити говорил Да вы что, сумасшедшие Теперь ГВ собственноручно говорит Дворфы ездят Вот на этих ящериц Вот С такими Длинными языками Ну Да Кстати, ящериц Честно сказать Похоже уже на таких Вот как это сейчас Вот мы того как-то обсуждали По поводу Стилистики художественной Которые сейчас в современном мире Это всякие Лайнейджовщина Варкрафтовщина То есть все такое Присыщено деталями Такое Большое Большое Такое С пропорциональными местами Я вот смотрю И что-то у меня вот ощущение Что ГВ идет в этом направлении Особенно после архаона Вот прямо ГВ идет в направлении Больших моделек Но большие модельки Подчиняются Немножко более Другим правилам Скульпт Нежели маленький Все-таки Мы их ставим На один стол С двадцати миллиметров Двадцать восемь миллиметров Моделей И когда большие модели Они должны быть То, что называется Центропеист Они должны привлекать К себе внимание Но они не должны Распадаться Потому что ГВ также Делает много-много Мелких деталей На этих больших моделях И они просто Усеяны во все И распадаются Ну, не выглядят они никак Ну, никак не выглядят Тот же страшный Архалом Ну, он страшноват Да, у него Непропорциональные крылья У него вот эти вот Три хвоста Ну, вот Почему? Хвоста два Хвоста два Три головы Три Три Предполагаешь, что там Четыре может быть головы Поскольку Типа Ворнет Ред Который Сверху На Корнизской голове Ну, страшно И черепа Лезущие ото всю Некоторые черепа В шлемах Да-да-да Там Вченины Три головы Ну, конечно Да, но Три головы Три головы Три головы Ну, понял Ребен двойная стрельба, это стрельба в мувминт фазу. Я вот, честно сказать, еще тоже до конца это не осознал, в том плане, что очень много спецправил действуют именно в шутинг фазу. Очень много там, не знаю, окна и ты выставляют щиты, там еще что-то, то есть всякие такие вещи, которые так вот вроде как кажутся стандартными, ну это вот как, например, бомбингран, да, то есть бомбы скидываются тоже в мувминт фазу, и с этим моментом связано очень много тоже интересных всяких вещей, что можно там. Вопрос не просто интересных моментов, а в том, что непонятно, как их реализовывать, потому что ГВ ни факи, ни кларифай, сама не выпускает, и что она имела ввиду, никто не знает. Ну, честно говоря, вот последний фак, это вот такая очередная оплюха всему кабинет. А мы выпустили, вы хотели, мы выпустили. Когда они выпустили файл, абсолютно идентичный тому, что было год назад, но они обновили дату обновления. Мы все еще настаиваем на этом проекте. Да, что это факт единственный верный и самый полный. Нам нечего больше добавить. Пишут на этих всяких, типа, с такого-то года, да, типа? Да, 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 да. Так, а у... Такого-то года выдержит. Уникрон бесконечные войска в 6 дюймах устанавливаются, если ты убил там в 3 базу. То есть, если ты убил там в 3 базу, или с этого обычного варьера, то, типа, он возвращается. Короче... Причем просто, да? Нет, юнит варьера и юнит с карабов, если он полностью уничтожен, он восстанавливается на следующий ход. И вот, по-моему, там опять тоже они как-то криво написали правила. Непонятно в каком количестве, скольких. Нет. Это как опять куча споров. В каком количестве? Опять таким. Как формация дронов у Тао, там тоже, которые уходят, приходят полные. Ну, там, конечно, больше дыр с дронами. Здесь конкретно дыр чуть поменьше, но самое главное, как, на мой взгляд, дыра, это вопрос, что они не переписали, грубо говоря, если вот уничтожили в одну фазу, и в следующую они не смогли прийти, приходят они в послеследующую фазу. То есть, там как бы не написано, что вот порядок. То есть, они получаются действительно бесконечные, вот просто бесконечные совсем. Как этим интересно будут все играть? Просто, типа, на все турниры протаскивать? Нет, нет, вряд ли это будет таскать на все турниры, учитывая, что, слава богу, формат этих формаций, масломасло, не знаю, небольшой и способности, возможности каждой формации довольно-таки ограниченной. Поэтому, не думаю, что будут приносить наркотик. Нет, а что можно сказать об этих, на самом деле, формациях, вот еще раз. ГВА сделала новые Battle Fours, которые можно играть из коробки. Ну да. Да, все. То есть, если раньше было там правило, то есть, у тебя же как полный детачмент формация идет. Формация достал, купил коробку, в принципе, играешь. Ну, правда, они один другому не соответствуют, они не полноценные, но, в общем, да. Ну, мы же знаем, что АОС ГВ хочет, чтобы вы играли всеми минками, которые вам нравятся, а у меня формация, и у меня формация. Ну, и кроме того, как, естественно, ГВА как бы не стала как-то так телиться, и запихнул в эти коробки, естественно, по те наборы, которые не продаются. То есть, тот же, там, Сталкер, который тут вообще даже по правилам никак не присутствует, но он есть в коробке. Да, ну, есть самая вкусная коробка, и на которой больше всего скидка, и где рабочие. Да. Вопрос к чему? Еще не все закупили механику. Видимо. Ну, и, да, там, про Коултон, что две армии, ну, это мы в слух дальше разберем, что кодекс с механиком, да, объединяется в одно целое. Ладно, про фаржу немножко. Новостей выпускают примарха темных фурий. Ну, собственно, мы рассказывали в прошлом выпуске, да, тут добавить нечего, и просто фаржа выпустила в продажу. Темные фурии – это не бабы с сиськами, это мужики с такими клешнями, которые у них как будто давно не стригли ногти. Причем есть эти мужики, и был очень резонный вопрос, как они этими клешнями, фраг гранатки, да. Но, честно говоря, примарх мне не очень. Согласен. Честно говоря, очень многие ждали то, что он будет вот именно как в той картинке. То есть это большие двигатели, да, но он более другого формата. И, конечно, рожа like full grim. Full grim 2, да. Ну, ладно, давайте. Нет, просто не очень понятно, почему вот обязательно делай так. То есть, например, был же идолон, у которого было два варианта головок. Хочешь в страшный полулысый, хочешь в шлеме. Ну, и понятно, что хвостик у него уходит в воздухозаборник, ранец, который прямо за ним. Ну, нормально. И даже шлем, у которого тоже хвостик уходит туда же. Это да. Ну, не знаю, главное, что теперь уже их 11. Можете собрать их все за целых 670 фунтов. Ну, да. Ну, или вы знаете, где дешевле. Ну, да. Само собой. Полугодовой отчет ГВ, главный релиз практически. Андрей, давай начнем. Ну, как? ГВ, во-первых, опять не смогла в планировании. Оно нам обещало 12-го числа выдать полугодовой отчет. Что мы получили? В пятницу 8-го. Ну, оно, наоборот, быстро прям так накрутило и так, хопа, аж как с опережением графиков. Ну, с опережением графиков, не с опережением, но мы за это время уже смогли посмотреть цифры, которые они, как обычно, пошли вниз. Причем ГВ уже написало, что хотя в эти отчеты не вошли рождественские распродажи, которые в этом году были. Почему? Они, по-моему, наоборот, как раз написали, что в Рождество случилось что-то очень плохое. Но у нас, к сожалению, нет цифр. Вот, не то, что очень плохое, они ожидали гораздо больше. Да, они ожидали гораздо больше, но цифры мы вам не показали. Надо вспомнить, что у нас, на самом деле, можно сказать, первый раз пошли наборы и пошли скидки от ГВ. Ну, вот, и именно под это Рождество, в эту пятницу ГВ затормозил. Но опять не смогло продать все, что хотел. И, на самом деле, после первой половины, когда был огромный релиз, и, на самом деле, если ставить график, там видно, там огромная чистая прибыль, который быстрый релиз. Ну, я лично считаю, что это механикумы и очередной релиз рыцарей. Ну, то есть, они добавили, потому что рыцари любят все, играют все. Я вот даже упоминал, в принципе, даже орки собирают рыцарей, конвертят и делают. Играть по листу всегда можно. Но есть тенденция. Тенденция есть к снижению что продаж, что чистой прибыли. А это, в принципе, говорит о том, что дела-то не очень хороши, потому что рынок растет. Причем, рынок не просто миниатюр. Миниатюр, он довольно медленно растет. А рынок настольных игр, в принципе. И, честно говоря, хочется заметить, что релизы, в принципе, что АОСовского стартера, что Хереси, что Ассасинов, он, в принципе, приурочен на как стенд Элон Гейм. И это попытка все-таки поиграть, я уверен, на том очень быстро растущем рынке, который Боргейм. Потому что, в принципе, есть статистика, которую я нашел, по крайней мере, по американскому рынку. Американский рынок, он самый большой, и, в принципе, на него можно ориентироваться. Это самый лакомый кусок. Он растет очень быстро. Он растет уже 6 лет подряд. Все хобби, Борги. И он растет темпами за 20% в год. Это ошеломительный рост. И, в принципе, войти туда самый лакомый кусок будет. Ну, а они так там присутствуют? Что им ходить? Неудачно. У них после самой Великобритании количество магазинов в США у них самое большое. Они очень-таки ориентировались в США. Да, да. Вопрос в том, что это слишком конкурентный рынок. Там очень, на самом деле, много разработчиков. И, в принципе, выпустить настольную игру, это дешевле, чем делать с играми с менеджером. Но, опять же, мы же все прекрасно понимаем, что это возможность продать стенд Элона Групп. Хорошую игру, привести людей во вселенную свою. Дать им начало даже тех вот простых миниатюрок вот этих армий, они уже начнут, а это подсаживают. Все известно, что как красить и собирать миньки, это как наркомания. Даже если потом на какое-то время ты уходишь, два-три года потом, у меня здесь немножко денег, и я вот там видел новые клёвые миньки. Ну, опыт Спейс Халка, в общем-то, уже говорит о своем, что Спейс Халк вышел, и он подсаживал довольно-таки... Он подсаживал. Самое обидное, и в том числе я попал на это, в том, что они после того, как они выпустили первый раз Спейс Халк... А, потому что он не лимитный, мак... Они выпустили его второй. Ну, это ладно. У меня их два, причем они оба в пленке лежат. Ну, в общем, грубо говоря по теме, насчет этого снижения ГВ. На самом деле проблема здесь даже не в том, что рынок растет, а ГВ чуть-чуть падает здесь. Еще более печальная картина. Дело в том, что в этом году был запуск АОСа. И это довольно крупный проект. Да, сейчас я закончу. Довольно крупный проект, в который было очень много инвестиций. В предыдущие годы был заложен там отдельный, что-то в районе 4 миллионов фунтов стерлингов на общие инвестиции глобальные. И проблема в том, что даже несмотря на эти инвестиции, это новый вообще прям виток, новый продукт, хайп, все такое. Это впервые за сколько там лет новая игра прям от ГВ. И даже несмотря на все это, у ГВ небольшой даже минус. То есть, грубо говоря, даже если бы этого не было, то минус был бы еще больше. На самом деле, я лично считаю очень большой ошибкой АОСа. Выход на простую игру, он правильный. Но для этого у них был Мартхейм. Уровня Мартхейма убивать вселенную зачем? Ребята, вы сейчас продали IP многим, в том числе Total War, Warhammer, Fantasy Battle. Он в том старом мире. Мы все знаем, сколько людей пришли с Довиком. Мы знаем, сколько людей может прийти с Total War. Куда они придут? Они придут в АОС, но это не знакомо, это нечто другое. Поражает просто другое. Миниатюры те же самые. Ничего не надо было менять. Просто ввести еще одну маленькую игру с более простыми правилами, с меньшим количеством миниатюр. Ты понимаешь, что это твоя основная проблема. Ты сейчас мыслишь категориями правил на игру. Им надо было продавать больше миниатюр. Вот поэтому новая... Чтобы продать больше миниатюр, надо привлечь больше людей. Понятно, что люди, которые играли в ФБ, они вот так завалены миниатюрами. Им, в принципе, почти из новых релизов либо ничего не надо было, либо после убийства любимой ФБшечки, они очень обиделись на самом деле на это дело. 30 лет, огромные финансы, огромные армии, полки заставленные. Все наверняка уже посмотрели, как было сжигание. Да. Но вот это огромная армия. Не продажа, а именно сжигание. Вопрос. Привлечь людей на маленький скирмыш. Тот же мир. Можно чуть-чуть изменить. Вести правила. Те же менять логи. Понимаешь, что есть? Я говорю, здесь есть... И даже тут все равно они успели ложануться. Они просчитали в том моменте, что они, грубо говоря, что они сделали. Типа, так, старые фанаты нам, ну как-то не очень, они завалены миньками. Нам нужны новые фанаты, чтобы им продавать новые миньки. Но тут случилась такая проблема в том, что отказавшись от... Они монополисты, насколько это, я думаю, все это понимают. Да, они монополисты в плане производства миник. Ну, до недавнего, во всяком случае, время. Они не то, что монополисты, но это фирма, которая делала рынок. Ну да, до недавнего времени, грубо говоря, монополисты. И проблема в том, что, учитывая, что нишевая вся сама система, они поступили корпоративно, но приняв не те правила. Мне кажется, они вот очень ошиблись с тем, что они отринув... Они, грубо говоря, отрезали старых фанатов. Они наплевали в душу, и все такое. И решили, типа, мы сейчас ориентируемся на новых. Но проблема в том, что новых физически реально значительно меньше. Даже несмотря на то, что они уменьшили правила, упростили. Еще один главный момент, на самом деле, о котором многие не забывают. Я уже Спейсу говорил. Настольные игры такие живут комьюнити. Большая комьюнити, добродушная комьюнити, которые играют в ФБшечку. Приходят новые люди. Мы же все, условно говоря, понимаем, что, например, даже в той же России Вархаммер живет. Там, благодаря Спейсу, благодаря тем же Питерсам. То есть, благодаря медийным персонам. Благодаря тому же Степану, который тоже выкладывает ролики. Люди, которые смотрят. И потом люди, которые приходят, и опять же, зависит от того, почему был бы Гурт по поводу Варфоржика. Потому что там людей обижают, но новичка фэ. Но когда человек приходит в комьюнити, он говорит, вот комьюнити. Мы всегда комьюнити, в которой игровой, можно посмотреть на самом деле очень много интересных историй и по всему миру, и незнакомые людьми, которые объединяют. Мы просто говорят, да, пожалуйста, приходи. Мы тебе объясним, покажем. Надо, дадим что-то поиграть. Все объясним. Это добродушно. Когда ты убиваешь просто комьюнити, которая на тебя работала, и в том числе ты отрезаешь огромное количество материала, которое могло бы работать также на тебя. То есть, там же, в принципе, количество бэкграунда, количество книжек, которые копать и копать было. И новичок приходит, одно, другое, третий, интересно. Одно расскажет, другое посмотрит. И все, и можно затянуть. Отрезать ни на чем. И самое главное, они же выступили на очень конкурентный рынок, опять же, сейчас. Поскольку ГВ не занималась скинущем, когда она вытянула свои специалисты из геймс, которые, опять же, жили благодаря комьюнити. Всем известно, что тот же Blood Bowl сверхпопулярен. Ну вот. Собственно, сейчас они занимаются тем, что воскрешают. Нет, они, но опять же, там немножко другие правила в скинуке. Мы все знаем, что такое варманж, да. Мы знаем, что такое малефо. На самом деле сейчас пластиковые миниатюры делают, там, The Gate of Antares, ну вот, Milestorm Age. Ну вот, это пластик, да. Мантики сели и сказали, чуваки, мы сделаем Dead Zone, при этом у нас будет большая вселенная, которая будет выше, как 40k. При этом Мантика удобно перехватила. Не как-то так получилось, что Kings of War вышел прям вот перед тем, как FB-шечка, да. А правильно говорили, что сейчас это, в принципе, чуть ли не единственная система, которая работает с коробками. Там более простые правила, да, я участвовал в Кикстарте и прочее, но все равно это работа с коробками. И они говорят, хотите миниками любыми? Пожалуйста. У нас есть правила для армии миник, которых у нас нету, как раньше было ГВ, на которой они выпили. Что, пожалуйста, все, приходите. Ну, я говорю, здесь очень много стратегических просчетов, которые, вот, когда смотришь, читаешь про эту информацию, ты видишь логичность их решения, в том смысле, что им действительно нужно привлекать больше новых игроков, еще что-то. Но проблема в том, что они сами-то должны знать, это нишевая часть. И новых игроков, которые они видят в том же Вармаши и так далее, это не новые игроки, это старые игроки, которые ушли от них. Которые ушли от них. И, опять же, игроки могли бы вернуться. Напиши им правила, как Вармаши. Мы многим, я знаю многих людей, которым Вармаш, ну, на самом деле, не очень. Они говорят, что, извините, в моем любимом 40-к такие ужасные правила, ну вот, что я сейчас погоняю Вармаш пока. Ну вот. Поскольку Вармаши сказали, пишем, делаем, общаемся с комьюнити, факи и все, что угодно. Нет. Правильные идеи, да, правила в сети там начать появляться, в коробочках, все. Это можно довести. Да, это правильные шаги. Но, опять же, я здесь... Но это маркетинг, это не влияет на общий ход. Нет, это правильные шаги, но ГВ слишком медленно. Она слишком большая, поэтому слишком медленно. Ну, я просто не думаю, что исходя из этих шагов, они, понимаешь, здесь у них есть общая стратегия, и, чтобы поменять глобальную стратегию, ребята там выйдет, там еще через год, через полгода, этот самый отчет, и вот там в этот, как он там, Кевин Даун 3 выйдет такой, напишет, ребята, мы обосрались, извините. Нет, мы пересмотрели нашу стратегию, и мы теперь не только модельная компания, но и компания, которая пишет правила. Но, вы же понимаете, что такого не будет ни через год, ни через два, ни даже, когда, если они будут полностью отмирать, они просто, опять же, корпоративно сделаны, они просто продадут или выставят на IPO, то есть, куча разных вариантов, я уже озвучивал, у меня надежда на то, что они наконец-таки упадут, и какая-нибудь FFG, теперь FFG плюс Asmodee, все-таки купят, и смогут затащить, поскольку, если кто-то видел отчет не публичной компании, точных цифр нет, но там экспоненциальный рост и продаж, и выручки, у FFG, просто такая экспонента, которая уходит, потому что сейчас вывык новых звездных войн, X-Wing, на самом деле, по популярности, вообще, он рвет, он просто рвет всех, всех и вся. Ну, во всяком случае, то есть, на зарубежных форумах это уже стало таким. Так, ладно, очень много обсуждали про неправильное решение, что с отчетом там, все эти самые. Ну, что, отчет, отчет ГВ скатывается немножко вниз, потихоньку, медленно. Грубо говоря, там есть две главные цифры. Первая главная цифра, номинальный минус, что-то типа, минус 2% от общей прибыли. Есть типа номинальный плюс, типа, а если посмотреть это в крепкой валюте, в общей валюте, я не помню, как это правильный термин, в общем, в валюте, например, год назад, то у них вроде как-то 0,1-0,3% прибыли. Да, да, и они как обычно объясняют, что мы не хеджируем свои риски из-за ку разницы курса валют. То есть, они говорят о том, что, типа, вот, доллар стал подешевше, и поэтому, главное, на шерке. Но я помню, что в прошлом, или в прошлом году они написали, у нас подпродаж, и знаете, у нас проблема, у нас менеджеры плохо работают, люди, они типа, не мотивированы, значит, толкать наш товар. Странно, в этом году они как раз то же самое написали, у них, как там, есть основные проблемы, как они там пишут, мы видим наши основные задачи в том, чтобы, и вот там одна из центральных моментов, что нам нужно привлекать больше новых клиентов, а новых клиентов нам привлекают в основном продавцы в магазинах, ритейлерах. Поэтому мы наняли специального какого-то там супер-пупер-менеджера по рекрутингу новых продавцов, да, новых продавцов, как называется по-другому. Не важно. Ну, в общем, понятно. Ресурс-менеджер, что-то типа такого. Вот. И там же дальше в отчетах идут цифры. Мы что-то решили на год заморозить поднятие зарплат этим же самым менеджером. У нас увеличился отток этих самых продавцов на 30%. Да. Ну, то есть текучка кадров. Да, текучка кадров. 30%. И как бы и вот смотришь типа наши главные задачи, а потом смотришь наши главные риски. Главный риск, что, соответственно, дропнется вся эта ритейлер-система. Так, опять же, я считаю, что нет, это правильно главный риск, потому что они опираются на глиняную ногу. Это не то, что проблема больших компаний. Всегда об этом говорили. И не просто больших компаний, а которые была, условно говоря, чуть ли не монополистом, чуть ли не законодателем моды. Они не успевают приспособиться. То есть современный мир, о чем нам говорят? О том, что цифровые технологии. Реально. сейчас почему, опять же, к вопросу было, вот, отцы с Warforge, типа, не в цене, а в Space цене. Потому что сейчас авторитетами являются медийные фигуры. То есть лицо, засветившееся на компьютере в телевизоре, оно вызывает у людей больше доверия, да, и они считаются более авторитетными в тех вопросах, которые обсуждают, даже если он не является. Просто за счет этой популярности. это довольно известная вещь, причем это не только в нашем хобби, это в принципе идет, да, там, посмотри что угодно, посмотри там, качалку, посмотри экономику, ну, вот, фигура засветилась, говорящая голова поговорила, да, телеэкранный меню, а там выходит какой-то специалист такой, я вот считаю, а ты кто такой, мы тебя не знаем, почему мы ведь должны быть, вот его постоянно видим, да, он вещает. Что-то вроде правильно говорить, да. Да, поэтому на самом деле здесь еще один вопрос, либо самому комьюнити стоит вытаскивать каких-то людей, опять, я вот надеялся на канал Space, что вот, хотя ему не нравятся говорящие головы, но людей, которые понимают авторитетов комьюнити, вытаскивать стоит. Ясно указать, ты знаешь. Да, то есть люди вытаскиваться не хотят, я бы это так сказал. Андрей доезжает периодически до кого-то там, типа, сука, ты сейчас будешь на камеру рассказывать, а не рассказывать, да, вот именно так, то есть это не пожалуйста, давай вот тогда вот я подъеду, сделаю, да, все сниму, пожалуйста, пожалуйста. Нет, а просто мы же опять получаем то, что у нас специалисты, авторитетные люди в том же ГВ у них текучка кадров, они не работают там. Тем же они говорят, что вот маркетинг нам не важен. Ну в современном мире маркетинг важен, потому что мы видим все маркетинговые технологии, мы видим то, что на нас сыпется поток информации и человек реагирует именно на это. То есть дети приходят в магазин, там тыкают в растишку, потому что ее показали по телевизору. Ну что, растишка? Нет, я говорю на самом деле, это не вопрос растишки, это вопрос на самом деле профессионалов. Ну вот, это можно взять профессионалов меньше, но профессионалов своего дела, они выдадут такой же результат. Ну вот, то есть не перебирать более дешевых, да, и все-таки нести, да, вот раньше ГВ очень сильно ограничивало продажу IP для видео, а сейчас они наоборот разошлись так, что лучше... Ну да, кидает их в сторону. Ну, в общем, можно сказать, что ГВ, несмотря на то, что как-то впитало в себя в корпоративную культуру, там вот эти стратегии, какой-то маркетинг, у них он действительно есть, и это там работает, там тоже, в смысле денег, там не дебилы работают, это понятное дело. Нет. Но другой вопрос, что вот эти же самые люди, они мало понимают непосредственно в самом хобби. А я вот еще хочу сказать такое интересное, маркетинг, не маркетинг. Закрытый маркетинг, да, то есть, когда мы не знаем, что будет, он может работать с корпорацией уровня Apple. Если мы посмотрим про, ну, на рынок, который играют в хобби, особенно с количеством рельс, которые выдают ГВ, они все заранее знают. То есть, сейчас многие, ты читаешь западные форумы, говорят, я раньше собирал все, сейчас у меня просто, во-первых, тупо нет денег, во-вторых, оно выскочило, надо мне, не надо. Или там это, рыцари, в 8 месяцев обновилось. А что, надо было покупать, не надо было покупать. То есть, если бы на самом деле было, вот как в остальных фирмах, вот сейчас, через неделю, через месяц у нас есть это, оно будет стоить это. Я уверен, что многие бы уже сели, сказали, о, вот можно накопить, вот так, я хочу вот это, ну, вот я хочу вот это, как ГВ, в общем-то, я сейчас сказать, тоже вот этот момент, не понимаю, почему ГВ держит в секрете вот эту вот релизную сетку. А кто будет покупать тогда? В смысле, нет, а разница какая? Покупать будет обязательно. Вот условно говоря, в тишине можно держать, вот корпорация типа Apple, да, вот она сидит, тихо, 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 и зажимает все. Но у нее релиз два раза в год, она вываливает, огромную пресс-конференцию. А не раз в год? Не раз в год? Два раза в год, осенью и весной, да. Да, у них обычно они разделяли, до этого был осенью айфонный, а весной iPadный. Ну, потом все смешалось в доме Абуланских, там сместилось все это, особенно как шоу. Ну, просто у них, они выкидывают продукт, который на них работает, еще один год и все больше. ГВ сейчас вошло в этот, в китайский тренд, я как-то читал интервью одного из китайских товарищей, это Китай-таланненький. Ребята, если мы не будем каждую неделю выпускать какую-то новинку, мы прогарим, потому что, наверное, наши конкуренты выпускают. Ну, кстати, даже меня коснулось, я сегодня как раз клал обратно кодекс демонов и понял, что вот все новые хардкаверы, которые я покупал, кроме ХСМ, они у меня перешли на полку бывшие кодексы, то есть Дарки, там, Спейсмары, короче, и даже Тао у меня попался, чайный кодекс, они все туда на полочку убрали. Я такой стою так, с одной стороны, типа, лох, потому что все кодексы, которые, типа, я взял, уже обновились, и дважды лох, потому что мои любимые кодексы все еще время. Нет, а самое интересное, новые кодексы, в принципе, зачем покупать? Из-за страшных картинок, отсутствия флава и огромная куча правил? Да, это уж большая тема. Насчет кучи флава я бы даже помолчал у меня, у Бладов. Там даже вот стальки нет. Кровавые ангелы. Да даже вот стальки нет. Там просто обрезано все. 74, сколько там, подсотки где-то страниц. Флав они упускают в новых компаниях. Им уже неоднократно написали, ну, как обычно, бакурт на форумах, он говорит, ребята, учитесь компании писать у книжек Форж Валды. Там вот столько флава и вот еще армии листов, которые так же, как у вас, стоят весь комплект даже дешевле, чем у вас, условно говоря. Можно все сделать и сделать и отличные иллюстрации, и стилизацию, и картинки, и все будет. Ну, в данном случае, как раз, вот, по-моему, это вот иллюстрация всего происходящего. Вот есть ГВ, есть Форжа. Форжа, это инкарнация старого ГВ, который делает форжа, продолжают работать те люди, которые там работали, которые понимают, которые... Сначала образование Форжа, они там все... Они понимают, они... Как многие наши хоббисты живут этим. Они говорят, ребят, вы, говорит, подумайте, на самом деле, вы же в Вархаммер играете не только, когда играете. Вы сидите дома, пишите расписки, вы едете в метро, как бы мне еще вот такую камбу замутить, сделать это. Это то, что называется, при гейм. Вы играете в нее гораздо больше, чем то, что вы двигаете в меньки на столе. Даже не крашен. Как в Кинзадзе, женщину вытащили и роботу вставили. Короче, вот новые ГВ эти. Ладно, давайте перейдем к слухам. то есть, неумирающая тема. Да, можно... неумирающая, но на самом деле, пока они говорят, ГВ большое, оно не умрет. В принципе, не умрет, и я надеюсь, что у нее будет время для того, чтобы сделать разворот. Вот та статья про Миквария, мне очень понравилась, когда фаса улетела мгновенно просто. А на современном рынке много таких компаний, на самом деле. И это вопрос... Опять же, может быть, даже не компании, а какое-то подразделение компании, бизнес. Условно говоря, как там, Сименс перестал делать телефон. Ушел там, Fujitsu перестало делать винты. То есть, подразделения закрываются, потому что не успели, где-то не догнали, потому что слишком большая корпорация. Чем интересно, ГВ может заниматься, если сараковник закроется, в смысле, цитадель. Ну, цитадель менеджерс, это основное ядро, которое делают эти бриллиант пинеджерс от ГВ. Ну, на самом деле, ничего не станет. Само IPO, вся вот эта художественно-идейная часть, она никуда принципиально не денется, ее просто перекупит кто-то в худшем. Нет, это огромный мир. Мне вот просто интересно, опять же говорят, ФБ, они же перевыпустили книжки End of Times. Пять книжек, новым набором. Мир убит, все, ничего нет. Почему они опять появились? Книжки, они же их отзывали. Ну, в принципе, во-первых, есть надежда, а во-вторых, может быть, все-таки кто-то выкупит, если ГВ не хочет, убил Фэнтези Вэтл, а почему бы кому-нибудь... есть вот, такой же. А где-то, кто-то постепенно. они не могут попасться, но это не может быть, если, если, они не может быть, что-то, Вопрос в том, что надо единое правило всем, потому что каждый, кто пишет свой Clarify, который пишет, это все равно дробит комьюнити, это не очень удобно. Это, кстати, я говорил... У нас все терки все время, и ТС, и не ТС. Нет, вот почему, извините, но ITC, американцы, которые сделали, которые делают фронтгоми, шагают по планете, они везде. Они в Африке, они в Австралии, они в Японии, они в Европе, они в Америке. Кто-кто? Я бы сказал так, что они, как говорили, отдельные клубы, которые находятся там, там, там. Вопрос не в этом. Но они же появляются, это ниоткуда. То есть людям удобно брать клубы. И, опять же, никто копирайт и не ставит прочее. Ты возьми, поправь свое правило, вот тебе уже все написали, комьюнити тебе сделан. Я говорю, комьюнити на халек тебе так сделает. Не вопрос нам. На! Мы потом это копим, мы в это будем играть. На! Ну, я, кстати, согласен. У ITC, которая американская, у них очень классно... Сама организация написания этого Clarify очень классно сделана голосованием общим. Нет, там, конечно, много вопросов, они каждый раз пытаются сделать. Вопрос не в этом. Да, демократия самая худшая форма управления. Но вопрос не в этом. Надо один общий Clarify, одни общие понятия, когда они говорят, почему сейчас... Американцы говорят, ребята, мы делаем почему? Потому что, во-первых, это наш бизнес. Мы зависим от продажи ГВ и от устраивания турниров. Мы это делаем, потому что это наш бизнес. Мы доводим, мы делаем. Все, кто хочет, может брать, можете участвовать. Хотите подписать? Я не говорю, знаете, появляются... И просто читаешь там на форумах, да, на блогах. Они говорят, знаете, я отказался от турнира вот в выходные в своем клубе. Я полетел или поехал в соседний город, потому что там ITC. Там, во-первых, мои очки, во-вторых, мне не надо ничего придумывать. Если ГВ выпустит одни правила, на всех хорошие... Да кто спорит-то? Только и ты ждем. Все будут только за. Ну, ГВ, как всегда, мои правила не пишут. Вторая попытка перейти к слухам. Слухам. Адмехи, общий кодекс. Расскажи. А что я сейчас расскажу? Два новых робота! И флайр. И еще непонятно, будут ли или не будут, или это тоже... Потому что там уровень достоверности слухов такой, так себе. Нет. Ну, если будет хорошо, на самом деле, неудивительно. То есть то, что кодекс раздробили на две части и продали по отдельности, это, мне кажется, очевидно, просто ясно как бы уже день. То есть и ГВ уже само прокалывается, что оно пишет там Adeptus Mechanicus Codex. Ну, то есть всякие такие мелкие вещи, которые всем уже понятны. Но все тот же маркетинг. Ну, я... Как я не знаю. Нет, ну как. Они нормально, им понравилось рыцарей перевыпускать и сделать дополнительное оружие. Дополнительное оружие. Слили кодексы. Надеюсь. Мне интересно, будет ли в этом кодексе Кнайты. Потому что это было бы просто адово гениальным планом, выпустить Кнайтов в третий раз в составе кодекса Adeptus Mechanicus. Может быть через год, чтобы еще раз прогрессовать? Ну вот как раз, а в мае, да. В мае, в июне. Грустная новость для меня. Какие-то слухи ходят, что раньше 2017 года кодекс ХСМ ждать не стоит. И всегда все такие, ну что пудово, короче, там это самое... Я с фотоаппаратом практически сфотографировал, но нельзя было сделать. Вот. Как когда слив был типа якобы кодекс ХСМ? Да, да. Не, ну... Да. Слух про то, что он выйдет в 2017 был уже относительно давно. Там... Месяц, может, уже даже назад. Но... Ну ладно, не месяц, да. Ну, в общем, под конец декабря, да, в начале января. Довольно достоверного источника. И потом уже пошли дополнительные с других источников. Ну, я думаю, что да, действительно, планируется чуть не раньше 2017 года. Но, не расстраивайся, это год голубой. Будет много голубых братьев хаоситских. Так что... Мы уже летом видели голубых хаоситских братьев, они вот... Да, уже... Но Changers of Ways, он же такой непредсказуемый, что меняет, меняет, меняет и меняет. Не тех голубых, что на байпе. Нет, на самом деле я хочу просто сказать, почему они могут откладывать, это просто мои домыслы. Это такой же вопрос, как сёстрами. Что с ними делать? Поскольку, на самом деле, ХСМ это не такая фракция, как вот сейчас в Варбанде. Это, на самом деле, огромная фракция, как Империум. Это те же дарт-механики, это легионы, это предатели. Один легион остался. Нет, это, ну, условно говоря, легионы, которые шли в Вока. И там, в принципе, если смотреть Black Web и Back, там остатки всё равно... Ну, они сейчас, они в Варбанде, они не легионы. Это просто я предвещаю на Фалсача, заняту легионы. Там, там, в очередной раз можно устроить дичь, не дичь, но... Почему все говорят, три с половиной редакции, вы помните, какие были ХСМ? Там были легионы. Понимаешь? Потом опять предатели. Ну, вот. Бывают предатели, бывают предатели, бывают ренегаты. Ну, вот. Почему не сделать, например, тех же падших темных ангелов, которые ведут ренегаты? Это огромная и, на самом деле, интересная фракция, которая, не знаю, слить, не слить. Потому что, ну, последний кодекс, он был слить просто, просто слить. Ну, кстати, вычитал мысль, что всё-таки даже последний кодекс, который шестой редакции ХСМ, это всё-таки кодекс пятой редакции. И если вы его наложить на пятую редакцию, то, в принципе, всё так получается более-менее нормально, что это даже кодекс не шестой редакции. Нет, ну, я могу сказать, вот, мы смотрим на ересь. Чего мы сейчас ждём? Волков и тысячу сынов. Ну, тысячу сынов... Да, я володой уже. И в сорока её ждут также тысячи сынов. Это... Магнус предавал? Нет. Да. Ну, всё остальное. Но это реально, туда можно вкопаться. И опять же, эта вариация, как вот сейчас, Империум, это фракция. Ты можешь туда, там, делать. Но это тоже же фракция, в которую ты можешь делать. А сейчас, например, даже правила, которые Камзо и Апокалипсо, у них главные союзники, мы все знаем, эти летающие тираны. Ну, да, это, конечно, клево. Ну, вот, а получить очередной, типа, КДК, ну, вот, это... Когда я открываю вот этот разворот, на котором соу-гриндер вместе с дефайлером, вот, вот, вот я чувствую, как вот оттуда тянется рука, вот так вот мне. Смотри, смотри, жри, жри. Понятно, что он, в принципе, был сделан. Я сразу говорил, что он был сделан для того, чтобы продать сёрстера. Класс. Да. Ну, собственно, да, можно... На печальной ноте надеяться, что выйдут нормальные тысячники в этом году, и в форже, и в этом самом, но... Вот, а перестань! Просто перестань! Как это... Тот самый знаменитый Степан из Трикси, у него любимая фраза, тоже ждёт ХСН, тоже игрок за ХСН. Типа, надежда — это первый шаг, но прийти к разочарованию. И когда эти новости постятся, он там... ГВС! Я такой думаю, этот чувак решил пройти этот путь на уровне ХЭЛ. Пройти дорогу разочарования на уровне слабости ХЭЛ. Вот, честно говоря, непонятно, какая дорога будет разочарованием. Ждать ещё год или получить ещё один КДК? Вот и... Ещё один слив и... И чё? Оно не зависит, мне кажется, уже на данном моменте друг от друга, что КДК — это отдельно, а... Нет, я в том смысле, что уровень получить ещё один... Да, он будет новый, но вот... Вот такого же уровня как... Оооо, там есть дракон, который умеет всё, потом дракон не умеет ничего. Нет, потом из Хатербайки дракон опять что-то всё-таки умеет. Ну вот... И всё, и... И больше нигде. А я согласен на судьбу Ильдар, пусть два раза пересдадутся. А, нет, ну... А лучше рыцарей, да? Каждые восемь месяцев, ещё кодекс, ещё кодекс. Всё-таки двенадцать там опечатков в блоге вот этого товарища. Ну, восемь-двенадцать разница. По сравнению с тем, что раньше там ждали Некроны, Дарк, Ильдар и пересданий. А, ладно, Андрей, расскажешь про агентов из Франции. Да. Что там у тебя за сеть такая там? Агентурная. Агентурная. Ну, в общем, написал туда ещё товарищ один, сам он живёт во Франции. Вот, рассказал немножко... О француженках? Ну, не спросил, не успел. Ну, куда ты? Ну, ладно. Я скажу, чтобы он тебе написал, он, может быть, расскажет тебе всё о французе. Следующему выпуску новостей надо про французы. Ну, там скоро француженки все будут в хиджабах ходить, поэтому... Тоже интересно. Как там французы? Ну, то в хиджабах можно и ближе посмотреть. Не обязательно волну. Вот. В общем, рассказывал, как у них там дела. В общем, как он вещает. У них спортивная вафа уже давно умерла. Давно мертва. Они сейчас играют вафу только на большие размеры. Там что-то типа около двух, там трех, четырех, там пяти тысяч. Или апокалипсисы большие. То есть как-то у них это... И говорят, что вообще вафа во Франции это такой момент, что... Во-первых, средняя ценовая категория, что меня впечатлило. То есть даже не high-end. То есть для них это такая средняя. То есть есть что-то еще круче. И в основном играют в нее, как ни странно, такие 30-летние мужики, которые уже... У них уже работа, все, дом. И вот вечером повод такой собраться, попить пивка. Вот. И вот поэтому они играют в такое... Большое, да. Большие игры, чисто так. По фану, что называется. Что у нас бывает вафа. На самом деле этот ГВ думает, что дети покупают вафу. У детей, во-первых, нет денег на армию. Ну, во-вторых, у них есть вариант типа X-Wing. Ну, вот, поиграть. Ну, вот, в принципе, у них есть видеоигр. А вот люди, типа, во-первых, которые могут себе позволить, которые имеют достаточные доходы, чтобы покупать вафу. Дело не лучше даже просто покупать вафу. Потому что ее купить, ее покрасить, все эти сапплайменты, там, красок, кистей, там, все это. Нет, опять же, не обязательно их покупать. Но покрасить студию это опять день. Сейчас довольно популярно опять же. Ты в любом качестве красить. Да, это, ну, либо в виде времени, либо в виде финансовых уважений. Ну, и потом, опять же, условно говоря, тебе надо же это привести, и место, все. Ну, это все понятно. Все мы примерно знаем, как выглядит там психическая армия с таким чемоданом. Я не представляю себе первоклассника, который бегает с таким чемоданом. Ну, вот. И к тому же, наверное, на месте родителя, даже богатого американского. Ну, вот, я посмотрел, сколько, сколько тебе надо, мальчик, да ты чего. Я там IPO, я слушаю, и спрашиваю. Согласен тебе компьютерную игру. Подарим. Или PlayStation 4 хотя бы. Ладно, давай. Следующий и, да, прошедший командник, ну, вчера закончился зимний командник. Это уже прошедший командник, сколько позавчера, Нет, сначала меня звала команда Хелканара, причем тоже забыл. Какие подробности никому не интересуют. Затем, значит, кто-то дропнулся, команда Проксиботов отменилась. Потом какие-то... Потом еще дропнулся Кселос. Чуваки, Кселос. Лично мы знаем даже, кто в последний день перед турниром сказал, что ему лень и дорого. Не последняя, а предпоследняя. За день до турнира. А все, кто был в команде Проксиботов, они как бы уже... Нет, сначала Кселос дропнулся, а потом Кавабунга, по-моему, за день как раз. Тогда было все ровно, команда Проксиботов-то все-таки не участвовала в игре. Короче, да, команду Проксиботов пересоздавали что-то типа 2-3. Короче, всем, кто дропается за день перед турниром, уважение таким декором. Вот. Все, кто был в команде Проксиботов, уже расписали свои выходные. И там, не знаю, кто поехал, кто не поехал, но и слава богу, помехать. Потому что, как оказалось, весь этот командник, это было прикрытие для того, чтобы сразить российское комьюнити. Потому что в спортивном зале, в котором проходил этот командник, стоял полный дубняк. Вот у нас сегодня на программе... Говорят, нет. Противоречивые сведения. Хорошо, противоречивые сведения, но, тем не менее, до нас сегодня должен был доехать Вова. Молдак Асайлум. Заболел. А мимо него тоже несколько человек, с которыми там общался, это самая полкоманда у них. Короче, все слегли, на второй день уже были Даллдак, а на третий день... Играли? Ну, просто вдесна долбились, я более чем уверен. В общем, короче, если российское комьюнити Вархаммер умрет, то мы знаем, кого винить. Ну, по крайней мере, если это был не план Старока, то того, кто за ним стоит. Ну, как же, это же благословление Нургла. Что ж ты такое говоришь-то, хайсид? А он все, типа, я Эльдар, я Эльдар, а на самом деле... Нет, ну, знаете, насчет командников, да, я там не был, вот честно говоря. Я видел просто несколько фотографий. Но я также, поскольку я слежу, в принципе, за комьюнити, я вижу, как проходят большие ивенты в той же Америке. А я считаю, что в этом смысле нам, конечно, равняться не на Европу, а лучше на Американцев. Они знают, как делать шоу, они знают, как делать деньги, они знают, как делать приятные. Мне кажется, вот это вот... Здесь момент именно как раз, что они знают, как делать деньги. Вот это, мне кажется, ключевое в данный момент. Да, а вот как раз смысл в том, что здесь же были вопросы. А скажите мне, на что вы тратите мои деньги? Дело не в этих вопросах. Нет, там вопросы не задается. То есть там... Нет, ну... На... Я не помню... На одном из турниров разыгрывают несколько круизов на лайнере, например. Вход на турнир стоит 60 долларов. Для американцев это немного. Но... И опять же, смысл в том, что они... Если ты не сможешь сделать качественный турнир, к тебе не приедут люди, тебе не привезут денег, соответственно... Ну вот, либо если ты задерешь слишком высокую планку у входа, тебе не приедут, не привезут, потому что у них там много выбор. И им, хочешь не хочешь, но приходится делать качественные деньги. Ну, собственно говоря... Потому что, честно говоря, вот эти голые столы... О-о-о-о... А они... Нет, там нет... Ну, они к тому, что они готовятся за полгода к своим событиям. А там же... И не только они. Там есть еще огромный ивент. А потом они... Ну, вот... Время готовится... Нет... Они... Они безусловно готовятся. Они безусловно готовятся. Там и отели и опять же... Они делают... Как... ...то недавно был там... Ну, относительно... Я видел... Байкал-Хаммер, прочее. Туда люди приезжают. Тот же Лас-Вегас, они едут целой семьей. Семья есть, где, если тебе не понравится, им идти тебе отдохнуть. И... Одно из самых интересных вещей... которые вот честно говоря для меня удивитель у них на турнирах можно пить у них там у нас на пасаду взрослые пацаны по требованию одного игрока если он считает что он слишком слишком пьян то он диск да но 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 там нет такого то есть они считают что ребята вы взрослые пацаны вы приехали сюда отдыхать вы приехали туда развлекаться вы заплатили за это деньги вы можете себе позволить другой вопрос они они также прекрасно понимают что они не могут у нас есть в зиму да то есть это у нас можно ужаться в холодном зале это будет прикольно ну скажем так что там тоже ужираются нет и тоже есть кадры скажем так они все время есть везде это безусловно нет это вопрос но давай в чем уровень американских турниров в чем отличаются помимо лайнеров нет во первых они готовятся честно говоря уровень подготовки выражается в чем снимается во первых снимается отель который комфортно для то есть конференция зала который старок смотри не зал холодный который степан не школьный зал а будем деньги раскрывать сколько он нашел не будем ладно нет честно говоря на самом деле но я не знаю насколько он нашел но действительно можно было бы попытаться где-нибудь в подмосковье сейчас в подмосковье и москвичи туда приехали а гостям то вообще не вопросом что туда ехать что туда ехать ну понятно что в ближней подмосковье можно было посмотреть много вариантов там сейчас в принципе есть вопрос опять же цены но я уверен что людям просто непонятно куда мыкаться да или ныкаться и в зале и конференции но там люди которые занимаются Вархаммером можете позволить и две тысячи наверняка заплатить чтобы провести два дня праздниковых чтобы в подмосковье это значит что часть игроков будет дичайше неудобно ехать потом домой одна из точек будет противоположной части игроков просто в москве нет мы 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 же говорим о том что мы приезжаем в гостиницу в пансионат ты можешь уезжать а можешь остаться там мысль не просто дом у тебя то есть предоставят там компетенту по подмосковью на самом деле очень много ну не логистика должно быть не детской столы и все то привести не надо вот именно я я не вижу реально такой супер проблем 10 из наук конца в другой конец москвы но она делала в москву медведкова это как сказал тогда один знакомый по моему из чехии говорит слушайте ну я в германию езжу быстрее чем у вас из аэропорта до москвы то есть это логистика такая что на самом деле много таких вещей то есть террин опять же заранее готовится он не берется у каждого там клуба по отдельности я думал шутка будет короче когда мы будем тратить на тему очень нет вопроса и а у что хочу сказать в принципе а почему они устраивают такие большие и вентами такие удобные да вот мне например просто ехать в зал на пустой стол вот мне ну не очень интересно не хочется а ехать просто вот на что тактические возможности надо думать оказывать правильно а так писали вы вот что есть первая проблема которая полетит на поле он просто придется отдал мне да вот это дело вот как просто в этом я сходу а я уже привожу в там интересующую вот эту баллонную мне то есть у вас и в его москве там есть в одном Workingboard и я даже в стране и я уже не хожу в путь если у вас не работает сейчас обязательно это они будут вот так и чем я выяснилось так как вы думаете что это ты выяснил надо и это не отменяет то есть ориентация была и в данном случае одно другого не меняет отменяет в том смысле что здесь, например, покрас кому-то расслабленно играет нет, а здесь опять же желание комьюнити проводить такие ивенты это не отменяет конкретно этот турнир я не говорю про этот турнир но, насколько я понимаю, это был самый большой турнир, который устраивал значит, все ли туда спортсмены это все спортсмены, которые приехали там не было людей, которые играют по фану, которые не жестко спортсмены так может быть их могло быть еще больше могло быть и половина людей бы получила гораздо больше удовольствия потому что они говорят те же американцы говорят, я еду на камне я понимаю, что я не суперспортивный но я приеду посмотрю, может быть такие же хоббисы приедут, привезут красиво какие у них высоты мне кажется, это довольно понятные вещи здесь вопрос упирается немножко даже в другой момент что вот есть комьюнити, ты сейчас рассуждаешь именно с этой позиции что, грубо говоря, в комьюнити игра живет в комьюнити по другому нельзя вот есть вот такое вот количество людей которых вот если бы только бы нашелся бы такой человек который бы взял бы нас всех собрал и организовал бы нам какое-нибудь такое мероприятие где бы мы бы все вот так вот чудесно все провели время и это вполне логичная мысль которая просто сквозит просто из каждой щели но нет такого человека здесь даже не в комьюнити вопрос здесь вопрос в том, что нет такого человека, который возьмет и организует и все вот просто нет и какие-то претензии тут предъявлять кому-то, мне кажется, вообще бесполезно так опять вопрос, почему я говорю, что американцы они зарабатывают на этом деньги там есть такие люди, которые могут это сделать так правильно а почему очень странно, комьюнити оно не маленькое наверняка есть специалисты, которые могут просто они реально не хотят браться за тот же спортивный в Архангель не хотят а потому что или у кого-то есть родственники по которым занимаются этим мы же все можем, условно говоря, прийти к знакомым к родственникам и всем остальным говорят, а вот ты можешь нам помочь там организовать да не вопрос, да не проблема или и те, кто профессионально просто связывает конкретно в этой нише нет денег потому что если мы хотим провести качественный турнир это требует определенного вложения есть совершенно четкие определенные минимальные суммы, которые нужны там на аренду, на столы, на тиры на воду, всякое всякое и минимальное требование суммы для того, чтобы провести минимально на каком-то приемлемом уровне он существенно выше, чем то что-то что-то а я не могу это сказать я не считал, я не пробовал но опять же сколько взнос у нас был по 1000 рублей с человека сейчас 1000 рублей с человека ну 160 тысяч это не маленькие деньги это не маленькие деньги на два дня недостаточно для того, чтобы организовать аренду, столы, перевозки вещей я не знаю я примерно представляю сколько стоило помещение и ну дофига у них денег еще на все комьюнити вот честно комьюнити раз в полгода может и по две и по три тысячи заплатить нет я согласен но опять же но они должны получить вот у них не должен быть вопрос куда я потратил свои деньги они приехали и получили что кто-то получил удовольствие от того, что он всех напырил а кто-то получил удовольствие от того, что он просто хорошо провел время я думаю, что конкретно в этом году обязательно появится такой человек который скажет вот, вот они все правильно сказали короче, давайте сделаем так короче, у нас турнир по предварительным взносам короче, играют 2-3 тысячи все, короче говоря, скидываются и вот просто пролет просто такое говнище просто такое будет никакое событие может быть даже человек с деньгами уедет куда-нибудь и все и все забудут просто про такие вот попытки дальше будут делать такие самопальные ивенты ну, я говорю вопрос не ошибается тот, кто ничего не делает если не попробовать и не начать делать он никогда сам собой не делает как я уже сказал нет такого человека, который бы за это взялся которому было бы доверие Такие дела. Хорошо. Давайте это самое. Что мы можем рассказать о команде? Кроме того, что типа, все не так ты сделал, старак. Все говно переделал. Нет, нет, не все говно. Это круто на самом деле. И собрать людей. Но вопрос в том, что есть ли действительно и у организаторов, и у комьюнити возможность проходить на более высокий уровень. Заодно. Опять же, очень многие ивенты, они не только в Арханах. Они привлекают там еще Скирмиш, Борги. Потихонечку. Такой конвен большой происходит. Может, их на выставках проводить? На каком-то комиконе там? Ну не то, что на выставках. Но в выставке можно приорачивать. Сколько денег возьмут, интересно, за помещение на выставке? Мы не узнаем, пока кто-то не займет. В данном случае вопрос, опять же, в том, что ты говоришь, тысяча вроде не много. А на форумах, там уже многие говорят, о, тысяча нет, для нашей команды это слишком много. Из-за известной фразы. Опять. И уже и вот. Нет, я все понимаю, да, что есть и условия. Сонгаря бедные студенты. Чем больше ты поднимаешь планку цены входного билета, тем 160 сокращается до 40, до 80. То есть, чем выше цена, тем более... Стоп, стоп, вот здесь мы немножко переходим на другую воду. Количество тех, кто был готов приехать на этот турнир, есть еще люди. Ну согласись, 160 человек, это не все там... Да, понятно. Варгейм Коминте России. Понятное дело, да. Ну, опять же, этот ивент был самым большим за историю. По-моему, на предыдущем, сколько там было, 154, по-моему, да? Ну, что, что-то в этом районе. Ну, на же потем. Давайте хоть кто выигрался. А, выиграл? А, мы должны об этом рассказать. Ну, все, буквально. Нет, а можно без имен просто расписку. Не, ну, на самом деле, выиграли Трикси из Нижнего Новгорода, но на самом деле сборная Солянка, часть из, по-моему, Саратова и часть из Москвы. Выиграли, молодцы парни, долго они к этому шли и готовились, так что все довольно-таки предсказуемо было. Как я прочитал, что у них максимум был этих расписок стандартных. Да. Типа, вот у них были все, короче, все стандартные расписки, какие есть, а все, кто ниже, у них там какие-то вариации, какие-то придумали, там вот, типа, берешь стандарт и порешь. Я просто надеюсь, что к тебе придут такие очевидцы этого события и сами все расскажут, потому что я, как-то чувствую, что я не могу говорить за этот ответ, хотя я много об этом слышал, но есть уже секта, которой я был там, когда Степан проиграл. Хорошо. Так что, вот. Что еще про можно рассказать? Хорошего про... Нет, давай-давай, переходи. так закончили, Андрей спешит. Смотрите, расписание видосов на неделю, короче, в понедельник у нас были некроны полгода спустя от Абирата, он рассказывает, как он почувствовал, ГВ сделал ему, что он почувствовал. Потом, значит, смотрите, начинается на этой неделе бро-турнир наш с ростерами годноты, будет в среду ростер, который я, собственно, как, как, как Road to Silent Revolution, типа испытание ростера, это вот наш бро-турнирчик. Расскажу о ростере, потом уже в четверг будем, начнем играть, по-моему, как это стандартно, мы с тобой, первая партия, мы бро-турнир. Да, мы тоже. Вот, и там, наконец-то, заждались премиум подписчики, хотят анбоксов, первый анбокс в 2016 году. В это же время, обычные подписчики смотрят первый Spark в четверг. Вот, наша компания идет, в 3.9, посмотрите, как, там новый подход, вы видите, и супер анбокс лотера Wargs, это, типа, собаки, вариант собак для КДК, как ты говоришь. Вот, и это все, что на этой неделе по видосам, по турнирам, хороший турнир в субботу, полторы тысячи в 3.9, приходите, и 750, обычно наш командник, как там, молодые и голодные, 22 уже, по-моему, по счету, называется Оливье. Приходите. На этом сегодня все, спасибо за внимание, увидимся через видео. счастливо. Voilà. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok